ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Президент Путин подписал поправки, отменяющие привязку технического осмотра КОСАГО. Приобрести обязательную автостраховку без предъявления диагностической карты можно будет 22 августа этого года. В ГИБДД выразили надежду, что автомобилисты не будут игнорировать ТО. Тем более, что за его отсутствие с марта следующего года появится штраф в 2000 рублей. Впрочем, предыдущая реформа ОСАГО, когда техосмотр передали в ведение страховщиков, тоже преподносилась как благо. Ну а что получилось в итоге? По неофициальным данным, большинство автовладельцев диагностическую карту просто покупали. ТРАССА 101 Группа депутатов Госдумы подготовила законопроект, обязывающий владельцев авто дороже 8 миллионов рублей платить дополнительный налог. Его размер от 1 до 5 процентов от стоимости транспортного средства. Станет ли это реальностью? Хм, вряд ли. Профильный комитет с нижней палаты уже отверг инициативу, усмотрев в ней предпосылки к двойному налогообложению. ТРАССА 101 Интернет пестрит роликами, где родители доверяют руль автомобиля несовершеннолетнему ребенку. Такой поступок может дорого обойтись, напоминает госавтоинспекция. Во-первых, юному шоферу за неимение прав грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Тридцаточка водителю за передачу управления. Плюс административка за неисполнение обязательств по воспитанию. Наконец, в случае серьезного ДТП речь может идти об уголовной ответственности. ТРАССА 101 С любопытной инициативой выступило столичное управление ГИБДД. Оно хочет обязать велосипедистов сдавать экзамен на знание ПДД. Однако, речь идет не обо всех владельцах двухколесного транспорта с педалями, а только о курьерах-доставщиках еды. По словам госавтоинспекторов, численность данной категории участников дорожного движения стремительно растет. Зачастую, чтобы успеть довести заказ, они грубо игнорируют правила. ТРАССА 101 Список наиболее востребованных в России поддержанных внедорожников возглавляет «Лада 4х4». Пятилетнюю трехдверку сейчас можно купить примерно за 400 тысяч рублей. На втором месте, по данным агентства «Автостад», находится «Шевроле Нива». Пятилетка обойдется от полумиллиона рублей и выше. Замыкает тройку лидеров «Тойота РАВ-4». За данную модель того же возраста на «Авито» просят от полутора миллионов рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. ТРАССА 101 Субтитры создавал DimaTorzok